Попробовать свои силы на море решились как профессиональные спортсмены, так и любители. Всего зарегистрировалось более 70 человек. Правда, погода внесла свои коррективы. Из-за разыгравшейся на море стихии до Геленджика так и не добрались яхтсмены из Ростова-на-Дону и Крыма. Поэтому регата стартовала в усеченном составе. Мы сегодня пришли в славный город-курорт Анапа, один из жемчужин Черноморского побережья Краснодарского края. Мы провели здесь этап. Вообще регата у нас из Геленджика. Она стартовала вчера в Геленджике. Мы прошли этап из Геленджика в Большой Утриш в непростых условиях. Но все справились. Была большая волна, сильный ветер. Но тем не менее все участники профессионально провели этот этап и завершили гонку уже в Большом Утрише. Цель проекта «Золотое кольцо» Воспорского царства – познакомить российских туристов с античным наследием, объединяющим четыре региона. Уникальность именно этой регаты заключается в том, что это не просто спортивное мероприятие. Это мероприятие, которое должно соединить Черноморское побережье, Краснодарского края, Крыма, Ростовской области, Севастополя маршрутом туристским. Потому что здесь мы днем проводим гонки, вечером мы проводим культурные мероприятия. Как сегодня в Анапе мы пойдем на экскурсию. В Анапе есть что показать, посмотреть. И не только в Анапе, но и во всех других городах, где мы останавливаемся. И поэтому этой регаты мы, по сути, прокладываем туристический яхтенный маршрут по Черноморскому побережью. В Анапе гостей встречали рано утром в морском порту курорта. Участников гонки на анапской земле приветствовали хлебом и солью, а затем пригласили совершить экскурс в историю по залам музея Горгипе. Огромное вам спасибо. Я рад приветствовать вас на нашей гостеприимной солнечной Анапе. Анапа – это город не только жив с нынешними традициями, но это еще и исторические традиции, которые вы сейчас увидите. Мы постараемся вам их правильно преподнести и правильно показать. И, соответственно, будем рады смотреть на вас, как вы будете это все черпать и передавать именно по, как говорится, по эстафете в других городах. И говорить, что Анапа – это солнечно, Анапа – это гостеприимство, Анапа – это любовь к вам. Перед яхтсменами предстала ожившая история в музее под открытым небом. Они увидели танцующих жриц и битву гладиаторов, посетили лавку рыбака и домик винодела. Отчеканили монеты с изображением правителя Горгипа, познакомились с гончарным и ткацким искусством. Красочное театрализованное музыкальное представление на раскопе воссоздало дух и атмосферу античных времен. По признанию участников фрегаты, приехавших из Москвы, Калуги, Нижнего Новгорода, Балашихи и Уфы, они испытали сильные эмоции и восхищение. Сегодня их смены прошли через Керчь, затем их ждет Ялта, а завершится гонка 1 июня в Севастополе. Как подчеркнули организаторы, регата будет интересна не только участникам, но и туристам, которые смогут наблюдать за ней с берега.